Никол Пашинян поехал вместе со вражескими странами, поздравил его, беседовал там с Алиевым и его супругой, широко раскрытым ртом, с улыбкой до ушей и прочее. Знаете, я здесь, и простите, многие считают это политикой, дипломатией. Некоторые эксперты утверждали, что это может совершить прорыв в армяно-турецких отношениях и так далее. То есть, по мнению этих, так называемых горе-экспертов или горе-политических деятелей, если овца будет хорошо себя вести, то волк не будет ее есть. Вот их логика. Иначе говоря, если мы пойдем и будем улыбаться Эрдогану и Алиеву, расскажем один анекдот супруге Алиева, то Алиев больше не нападет на Сюник. Вот их блестящие идеи. И недавно, кажется, социолог Карен Саркисян высказал одну мысль, что визит Никола Пашиняна был оправдан, потому что у нас все же должны быть нормальные рабочие отношения с нашими соседями. То есть, рабочие отношения означают уступить интересы и территории и улыбаться Эрдогану. Согласно этим политическим деятелям, во-первых, это признак незрелости, и во-вторых, это признак оппортунистического обслуживания, проводимый Николом Пашиняном незрелой политики взамен ожиданий для себя, должностей и постов. Никол Пашинян поехал в Турцию, потому что перед ним и перед Россией стоит задача сдать Армению Турции. Мы неоднократно говорили об этом, что если Россия ослабнет настолько, что будет вынуждена уйти с Кавказа, она предпочтет сдать Армению Турции, чтобы Армения не перешла под господство Запада. То, что мы сейчас наблюдаем. Смотрите, оставим в стороне эмоциональную составляющую вопроса. Да, Никол Пашинян этим своим шагом унизил целую страну, целый народ, осквернил пролитую тысячами наших парней кровь и светлую их память. Что означает поехать и улыбаться в лицо одному человеку, который покровительствовал войну Азербайджана и резню наших парней, который в Шуши взывал к душе Энвера Паши и говорил, что армяне – это остатки турецкого меча. Это политическая незрелость и предательство. То же самое он сделал с Алиевым, и турки хорошенько его унизили, посадив во второй ряд сзади Алиева, чтобы он смотрел в его затылок. Потом турецкая пресса опубликовала его прогнувшуюся фотографию, говоря, что Пашинян приехал поклониться перед Эрдоганом. А говоря нашим языком, чтобы прогнуться перед ним, оставим эту эмоциональную сторону. Я думаю, народ дал свою оценку, и Пашинян понял, что он удостоился от народа еще большей ненависти. Но здесь важен политический мотив. Смотрите, в прошлом году, а также в 2021 году, Россия, путинский режим, еще надеялся восстановить Советский Союз в виде СССР 2.0. И поглотить Молдову, Беларусь, Украину, Грузию, Армению и Республики Средней Азии. И не секрет, что они надеялись после того, как захватить Украину за три дня, с легкостью поглотить других. Ясно, что следующими должны были быть Грузия и Армения. И в этом направлении уже велись работы. Выступление Рубена Татарстанского «Обещание нам будущего», как в Татарстане. Выступление Роберта Кочаряна, в которых он не исключал, что Армения, может быть, вступит в Союзное государство. Уличный цирк этих лао в апреле и мае прошлого года были признаками этого. То есть Москва говорила «Подготовьте ваше общество ко вступлению в состав Союзного государства России и Беларуси, чтобы, когда я победил в Украине, я занялся поглощением Армении». Потом прошли месяцы, Россия и ее элита увидели, что они вынуждены должны отказаться от этих планов, потому что не получается поглотить не только Грузию и Армению, но и Украину. И перед ними стоит вызов спасти хотя бы собственную страну. Теперь они вынуждены не от хорошей жизни, не охотно, по причине ослабления, собственной страны предпочитают сдать Армению Турции, как они это сделали в 1920 и в 1921 годах. И для этой цели Пашиняну говорят, чтобы он бежал в Анкару, прогнулся перед турецким султаном. И сейчас происходит прием-сдача. Россия сдает Армению Турции точно так же, как она это сделала в 1920-21 годах. Наш народ должен четко это увидеть и понять. Мы неоднократно говорили, что после ухода России образовавшийся вакуум обязательно заполнит Турция. И если мы не хотим, чтобы было так, если мы хотим остаться в качестве суверенной страны и чтобы нас были союзники в лице Запада, мы должны навязать нашу волю этим властям, заполнить площади, освободиться от них, прогнать их и сформировать национальную власть. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.